Привет, меня зовут Платонова Галина, я с основателем компании Adjave Tour System, компания занимается тем в мир. А ты можешь куда-то перейти, там у вас очень так гремят? Пока нет. Гремят? А вы вилки или что там происходит? Ну, что-то там разрывает. Я в каворкинге, видимо сейчас закончат. Короче, разрыв шаблонов по полной. И здесь разрывает. Смотрите, дело в том, что сейчас бытует очень такое мнение, что в интернете не заработать. Вот Иванова нам привет тоже шлёт, гурнирует себе большой привет. Всем привет. Или для того, чтобы заработать, надо много упорно работать. Или для того, чтобы иметь большой чек, нужна очень огромная и большая команда. На самом деле сегодня мы будем рвать все шаблоны. Потому что то, что сейчас мы сказали, это не соответствует действительности. И факт налицо. Перед вами сейчас находится девушка, очаровательная Гульмира из Казахстана, которая порвала все шаблоны. Я так смотрю, у нее это уже входит в привычку. Как же это сейчас происходит, мы тоже сейчас узнаем. Дело в том, что чек Гульмира сейчас превысил все вообще мыслимые, немыслимые вообще шаблоны. Гульмира, какой ты сейчас чек составил за сутки? Ну, всем привет. Суточный чек у меня вышел 5300 долларов. Это за вчерашний день. И все при том, что еще не вся команда присоединилась. Сколько это по казахским деньгам? Ты уже посчитала? По казахским деньгам это больше 2 миллионов тенге. 2 миллиона 70 тысяч где-то. Больше 2 миллионов тенге. Больше 2 миллионов. Что касается по-русски, по-русски это больше 330 тысяч рублей за месяц. Подумайте, пожалуйста, кто сейчас у нас находится в прямом эфире, кто смотрит записи, сколько времени вам нужно работать, чтобы получить такие деньги. Месяц, 2, 3, год, 6 месяцев. То есть конкретно сколько это времени. И сейчас Гульмира как раз показывает то, что в принципе эти деньги можно заработать за один день, всего за один день. Гульмира, скажи, пожалуйста, как ты вообще попала к нам в компанию? Из чего это вообще все началось, этот путь? Сколько ты вообще находишься в компании JL Tour System? Да, в компании JL Tour System я нахожусь с февраля месяца. Как ранее говорила, больше полгода я не занималась вообще. То есть я физически не могла этого сделать, потому что у меня были другие немножко приоритеты. Болела мама, и поэтому, соответственно, мне приходилось находиться рядом с ней. И в октябре месяце я активно включилась в работу. Сейчас, на данный момент, у меня 10 лично приглашенных, но в команде уже 485 человек. Круто, круто. 10 личных партнеров, которым ты рассказала о системе Tour System. А чем она такая уникальная, что ты начала об этом рассказать? Уникальна тем, что до этого, ну, расскажу такой небольшой свой краткий путь. Я очень долгое время работала в различных сферах, ну, то есть на наемной работе. Лет 8-10 где-то работала, наверное, в сфере ломбардов, работала в Акимате, по-российски это, наверное, будет администрация. В общем, в сфере красоты, в салоне красоты работала, занималась много чем. Потом ушла в MLM-индустрию, я работала в двух проектах MLM. Тоже были результаты, но результаты как-то не приносили... А это были товарные компании или безтоварные? Это были безтоварные компании. Я не то, что плохо отношусь к товарным компаниям, но это нужны склады для хранения, то есть это определенные затраты, определенные трудности. В основном, ну, как бы такой онлайн-продукт, это были лицензионные программы для предпринимателей. То, что мы там устанавливали, это система кэшбэка. Потом какое-то время я ушла в путешествие Инкрузис, как все, наверное, знают. Есть такая компания Инкрузис, там круизы. Там я долго не задержалась. Почему? Потому что, ну, такой, скажем, маркетинг немножко сложноватый, и продажи очень сильно упали, и как бы не было людей, которые бы вдохновляли. В общем, был такой период, когда я ушла в саморазвитие. Мастер-кит все, наверное, знают. Купила себе тренажер, потому что появилось много вопросов. Почему я мало зарабатываю? Почему у меня нет гармоничных отношений? Даже элементарно в семье бывает же такое, что вот братья, сёстры ссорятся. У меня вот с братом были в какое-то время тоже натянутые очень сильно отношения. А потом я решила для себя попробовать тета-хилинг. Это тоже одна из таких методик исцеления через подсознание. Вот. И применяя все вот эти практики на своей жизни, честно говоря, устала копаться. Копаться в своей душе, копаться в своих установках, в каких-то обидах. Ну, то есть, как бы, само копание – это ни к чему хорошему не приводит. Когда я услышала о системе ТОР, мне понравилось то, что здесь не нужно заниматься раскопками своих проблем каких-то, то, чего у тебя нет в жизни. Здесь немножко другая методика, другая система, то есть метод ненасилия. Ты не сковыриваешь там старые раны, которые вроде бы затянулись, а ты опять всё это взрываешь. Здесь мне понравилось то, что вырабатывая новые нейронные связи, производя гармонизацию семи своих интеллектов и взаимодействуя с девятью энергосистемами, ты просто приходишь в такой баланс, что у тебя результат не заставляет себя долго ждать, скажем так, ни финансовый, ни в отношениях. Что произошло? Ты можешь поделиться, что у тебя произошло? Какие случаи? Ну, у меня началось с того, что, когда только стала я заниматься, меня всегда не удовлетворяло наше такси, скажем так. Ну, то есть началось с обычных мелочей. Стали приезжать машины комфорт-класса, а потом стали возвращать долги, как ни странно. А ты им звонила, отдайте мне долги, как это происходило? Нет, нет, это, знаете, как-то так произошло само собой. Я просто осознала, почему так произошло, поблагодарила этих людей, скажем так, отпустила ситуацию. Ну, то есть есть инструменты, благодаря которым как бы ты понимаешь, отпускаешь всю эту ситуацию, не создаёшь напряжение. То есть есть в нашей методике такие штучки, очень хорошие. Есть такие лаймхаки, когда мир вокруг тебя меняется, и всё... Мир вокруг тебя меняется, потому что меняешься ты. И при всём при этом я не прилагала там усилия, как, допустим, в мастер-ките, миллион раз задавать один и тот же вопрос, почему со мной это происходит, и так далее, и тому подобное. То есть здесь ты просто выполняешь задания, выполняешь практики, и всё это просто как-то приходит в твою жизнь незаметно, скажем так. Потом ты начинаешь это чувствовать, замечать, и происходят каждый день какие-то маленькие чудеса. Подумал о ком-то, захотел что-то, и раз оно и появилось в твоей жизни. То есть... То есть ты стала волшебницей, да? Да, да. Я хочу сказать даже больше. Те методики, которые я получала в тета-хилинге, здесь они усилили все именно лучшие качества, которые были во мне. И можно так сказать, почти-почти все деструктивные программы истребили мои. Супер-супер. У нас сейчас как раз в чате тоже Айша пишет, что у меня тоже так происходит. На самом деле это случается со всеми, кто заходит на территорию осознанного развития и занимается, да? То есть делают упражнения, делают практику, выполняют всё, что там написано. Если просто купить билет, скажем так, в спортзал и не ходить, не заниматься, ничего не произойдёт. Поэтому обязательно, делайте, выполняйте задания, и всё будет чудесно. Маленькие чудеса превращаются в огромные, большие. Большие, да. Поговорим теперь о больших. Когда у тебя появился первый партнёр? Первый партнёр это... Почему ты хотела этим делиться, да? Потому что многие приходят в комп... Да, секундочку, многие в компании приходят, ну, как бы для себя, да, решить какие-то такие свои вопросы. Кто-то приходит за деньгами, да, и потом решает свои вопросы. Вот у тебя ты пришла решить свои вопросы. То есть о финансовой стороне ты не думала? Да, о финансовой стороне, о маркетинге я тогда была далека от этого. Мне понравилось моё состояние, которое вот... Я приобрела для себя сначала три модуля, ну, потому что, как бы, стоимость адекватная, попробовала. Мне понравилось пребывать в этом состоянии, и, естественно, ты начинаешь делиться со своим тёплым окружением, со своими друзьями, родственниками, подругами. В общем, я уже не смогла уезжать, я уже пёрла. Да, после того, как я три модуля прошла, у меня есть активный партнёр, зовут его Тимир Булат Сериков. Партнёры нашей компании очень хорошо его знают. Это очень грамотный бизнес-тренер по продажам. В своё время мы с ним двигались в инкрузисе, хотели путешествовать и зарабатывать деньги. И так как продажи упали, у него тоже были какие-то определённые такие моменты, что, ну, не идут продажи, вот бывает же такое, не идут и всё. Я, естественно, стала делиться с ним в плане того, что, говоря же, надо найти точку соприкосновения. Даже некоторые говорят, что с тёплыми контактами сложно работать. Я считаю, что нет, потому что ты этого человека очень хорошо знаешь, ты вроде бы и так, и так, и так. Ему понравилось моё состояние. Он говорит, гуми ты стала, говорит, какая-то более добрее, более веселее. Честно, были такие... Он сразу увидел у тебя изменения, да? Да, да, то есть он почувствовал моё вот это внутреннее состояние. Были такие моменты, когда мне прям хотелось кусаться. Он знал меня до и после того, как я уже пришла в ТОР, ему понравилось. Я говорю, Тима, давай сделаем так, ты попробуешь, не понравится, я тебя не держу. И вот 80% моей команды сделал мне Тимир Булат. То есть это один из таких мощных лидеров, на котором, в общем-то, и держится, наверное, вот на нём и на ужасе держится вся казахстанская команда. Мне очень повезло с активными партнёрами. Второй активный партнёр – это Бульнара. Бульнара, мы с ней учились ещё в училище. Она с одного... мы с одного города. Сейчас она в данный момент проживает в Алматы. Несмотря на то, что мы далеко друг от друга, тем не менее мы очень тесно общаемся. Это вот два моих лидера, которые создали-то, в общем-то, такую команду почти в 500 человек за такой короткий период. И сейчас... То есть, вы благодаря за два месяца у тебя сейчас команда 500 человек, из которых 10 личных приглашённых? Да, да. Ага, супер, супер. И скажу, пожалуйста, как бы, ну, деньги на самом деле нешуточные заработаны, да? Как? Я говорю, ну, на данный момент у тебя нешуточный такой чек, раздраженный, реальный, да, больше 300 тысяч рублей за не сотки, да, в месяц, как мы знаем, 28-31 день, и есть возможность зарабатывать, да, и без ограничений. Причём в компании GL нет ограничений на вывод, нет ограничений на доход, да, то есть, компания вас как бы не принижает, как бы в баночку вас не сажает, да, как плохо. Не дай бог заработали больше, да? Вот. Да. Хочу ещё подметить, что вот придя в компанию, сначала как бы мне понравился сам продукт, а Тимир Булат, когда стал получать первые деньги, вот, ну, у нас стали когда падать первые деньги, ну, представьте, вот, зарабатываешь, тут же выводишь, и они вот здесь и сейчас. Нету такого, что ты там копишь какие-то бонусы, баночки, потом это надо передавать, распространять. Ты заработал и тут же сразу обналичил. Ну, это вообще, конечно, для меня было каким-то нонсенсом. Нонсенс, ну, в общем, вы поняли. И понравилось то, что выплаты были мгновенными, вывод есть, ограничений нет, потом уже, когда мы стали понимать в маркетинге, какая вообще бизнес-модель, у меня просто вот прям первое время я как бы не осознавала, думаю, ну, неужели, неужели можно такие деньги зарабатывать. Потом, когда я всё это просто математически просчитала, думаю, ну, в принципе, да. Да, и сейчас как бы и доказывает это, то, что, да, зарабатывать такие деньги раз в день, это тоже нормы. Вот сейчас для меня как бы это норма. Приоткрою такую небольшую завесу, скоро будет вас ждать ещё новый сюрприз, опять же, с Казахстана. Можем ждём, можем. Да, в общем, зарабатывать на самом деле не так-то сложно. Всё зависит от того... По поводу сложности, скажи, пожалуйста, вообще лопата вообще для денег тяжёлая? Не очень. Какой зависит твой инструмент, твой инструмент рабочий? Телефончик, ручка и блокнотик. Инструмент, телефончик, ручка, блокнотик. Блокнотик, да. А, ну, хотя рисовать-то тогда надо блокнотик, салфетки подавить тоже. Иногда нужно рисовать. Иногда нужно рисовать для чего? Для того, что у нас есть четвёртый, пятый модуль, там, где раскрываются темы именно родологии, вот у кого отношения с родителями не очень, прям рекомендую проработать именно родологию. Ещё в пятом модуле мне понравилось то, что там есть инструменты по нумерологии. Когда я стала понимать свои цифры и знать цифры человека, людей, с которыми я взаимодействую, я стала понимать больше других людей. То есть это ещё дополнительный инструмент в пятом модуле, который помогает тебе коммуницировать с любым человеком. То есть ты понимаешь, какая его природа, какой он по сути, какие там планеты, цифры преобладают у него, и ты уже можешь выстроить определённый диалог и, соответственно, привести его к тому состоянию, чтобы он тебя услышал. Ну, то есть понять, на каком языке с ним разговаривать. Ну да, да. Это облегчает задачу в плане того, что это пригодится вообще в любой сфере. Это не только для рекрутинга. Это можно применять вообще и в жизни. Если ты не знаешь, не умеешь ты ладить там с соседом, посмотрел его циферки, и ты уже понимаешь, как с ним можно коммуницировать нормально. На самом деле это работает не только на соседях, но и на родственниках, на детях, на мужьях, на женах, на родителей, да? На родителях. Да, наконец-то понимаешь. На всём своём окружении. Да, как с ними разговаривать на одном языке, это очень классно. Вот тебе тут тоже пишут. Благодарю. Ты красотка. Гордимся тобой очень сильно любим тебя. Ты реально классная. Благодарю, благодарю, девочки. Да, тебе смайлики, да, нам приятно. Благодарю вас, ребят. Я вас тоже всех люблю. Кульмир, ты была одна из первых на седьмом модуле, то есть и показала пример своим партнёрам. И сегодня, вчера, сегодня это просто какой-то бум. Все идут в седьмой модуль. Все идут в седьмой модуль. Все идут в седьмой модуль, да. Да, то есть это на самом деле... На самом деле седьмой модуль, он считается заключительным пазлом в нашем онлайн-обучении. Я считаю, что нужно всем дойти до него. Потому что без полноценной гармонизации, когда вот у человека чего-то не хватает. Ну, представьте, вот в машине нет одного колеса. Она же просто-напросто не поедет. И, соответственно, когда человек, допустим, отучился три класса, да, а не десять классов. Ну, это вот моё личное, сугубо моё мнение. Вы можете, конечно, с этим не соглашаться, но я считаю, что семь модулей должны пройти все, кто хотя бы вступил на нашу площадку обучения. Те, кто ещё, конечно, не приобрёл, не тяните, если вы хотите изменить свою жизнь в качественную сторону, получать доходы, иметь гармоничное отношение и с детьми, и с родителями, и со своим окружением. Очень вам рекомендую покупать модули, работать, работать прежде всего над собой, изменившись сами. Вы просто представьте, сколько людей вокруг себя вы можете изменить. Я знаю, что у тебя есть сын, которому 13 лет, зовут его Ислам. Как он относится к твоей профессии? На самом деле, да, у меня есть сын, очень замечательный ребёнок, ему нравится то, чем я занимаюсь, потому что в первую очередь то, чем я начала заниматься, это отразилось на нём. Сейчас я для него вообще какое-то, наверное, божественное существо. Он говорит, мама, я так тебя благодарю, что ты меня родила. То есть представьте, насколько мы стали друг друга слышать, понимать, хотя раньше были такие прецеденты, что он как ребёнок чего-то там не хочет делать, я как мама настаиваю. по цифрам, ну, у меня цифры такие, у меня больше мужских энергий, у него больше женских энергий. Ну и представляете, конечно же, что конфликты были какие-то. А ты кто у нас? Я Раху двойной прям. А вообще в экспрессии Юпитер. В экспрессии Юпитер. То есть у меня тоже есть такое непризнание авторитета. Ну, сейчас я всё это как бы смягчила каким-то чудесным образом. Кстати, поделюсь с вами. Благодаря Тиме Тор, мы знаем, что это за чудесный способ такой. Да, да. Хочу с вами ещё поделиться. Я раньше сквернословила очень сильно. Да-да-да, мне стыдно в этом признаться, но я скажу об этом, потому что именно придя в Тор-систему, разговаривая, не помню, не помню, с кем-то я говорила, и я заметила, что я, оказывается, перестала выражаться. И это произошло как-то так плавно. Я себя не заставляла, не насиловала. Там, Гульмира, нельзя плохие слова говорить. В общем, всё это как-то так плавно произошло. И сыночек очень рад там, то, чем я занимаюсь, сколько я зарабатываю. Он от меня не отстаёт, везде ездит со мной на ретриты, на тренинги. Крайний тренинг был, когда приезжал наш мастер, Александр Станиславович Корнеев. Он прям с удовольствием все два дня сидел, впитывал. У него было своё такое понимание, многому научилось прям у него. Слушая его инсайты, я для себя много чего взяла. Вот именно для себя. Мы взрослые, немножко такие вот консервативные, и особенно люди, которые вот с постсоветского пространства, вы же понимаете, что мы все жили в закрытом государстве. У нас было в дефиците всё. Знания, вещи, информация. Ну, всё было в дефиците. Развития практически никакого не было. И, соответственно, не финансового роста. У всех была стабильная зарплата. Человеческая жизнь, в принципе, была предопределена от рождения и до самой смерти. Вот. И нам немножко где-то было, мне, допустим, где-то было трудно понимать какие-то вещи, а он, как современный ребёнок, ну, сейчас же, вы же понимаете, сейчас вообще вот, ну, такой период, а не какие-то мега-мозги. Дети нового поколения. Он намного быстрее понимает, чем я, то, что... Он не такой закрытый, он как раз открытый. Да, да. Взрослые они уже такие, как бы со своим багажом, всё там уже налепили, как бы забили. Да, мы со своим багажом, нам сложно вот это принять, перенастроиться. А для них это прям на раз-два. И я же говорю, я очень многому у него учусь. Так что, у кого есть дети, тоже можете присоединять вместе с детьми. Они ещё вас научат, пройдя нашу площадку. Что ты посоветуешь тем людям, которые думают заходить на территорию осознанного развития, не заходить? Потому что, в принципе, если говорить о том, что обучение, да, сейчас очень много подобной информации. Чем отличаемся? Как ты думаешь? Мы чем отличаемся? Мы отличаемся от других систем тем, что даже взять элементарные марафоны, тренинги, эффект тренингов, марафонов, я просто по себе знаю, не понаслышке, очень много тренингов проходило. Эффект тренинга проходит через две недели максимум, держится месяц. А здесь идёт онлайн-сопровождение, во-первых, два раза в неделю, что не даёт тебе расслабиться. Ну, то есть, это прямое сопровождение самого мастера, оно не даёт тебе выбиться из вот этой колеи. И когда ты ежедневно применяешь в своей жизни элементарные вещи из модулей, то у тебя просто нет другого пути, как получить результаты, плоды своих знаний. А что ты скажешь тем людям, которые наоборот думают, что духовность, да, то есть, в принципе, духовное знание, которое даёт систему торсистам, и деньги несовместимы? Вот что ты скажешь этим людям? Ну, обычно я таким людям говорю, мы же, все мы живём в материальном мире. Вот если бы мы занимались только духовностью, ну, зачем вы тогда носите там элементарно золото, ездите на дорогих машинах, даже, ну, ладно, хорошо, даже возьмём общественный транспорт, автобус. Если вы настолько не материальные, а духовные, ну, рассекайте бешком по тысячу километров, к примеру. Ну, к примеру, вот с Астаны до Алматы долететь, это тысячу километров. Ну, как вы вот это расстояние одолеете, если, допустим, не самолёт, либо не поезд? За это же надо же денежку заплатить. И потом, смотрите, опять же, когда мне задают такой вопрос, что если у вас такой духовный продукт, зачем вы привязали его к материальному? Опять же, элементарно, если вот поставить на чашу весов, если что-то будет одно преобладать, другое обязательно рухнет. Опять же, для гармонизации человеческой души, человеческого тела, потому что мы живём в материальном мире, и нам от этого никуда не деться. Как бы вы ни крутили и ни вертели. Ну, это моё понимание, и люди, которые так говорят, мне кажется, они глубоко заблуждаются, что нужно развивать только духовность. на самом деле, очень часто встречаются люди очень духовные, да, но очень бедные, и наоборот, богатые, но в духовности никакого отношения не имеют. И на самом деле, да, когда задают такой вопрос, вопрос спросите, а кто вам сказал, что это несовместимо? В чем вы взяли, что духовный верующий человек, он должен быть нищим? Кто это сказал? Ну да, по идее. Потому что богатый человек, да, он должен быть каким-то там вообще, да, безбашенным. На самом деле, это одно целое, да, это называется гармоничная жизнь, на самом деле. Гармоничная жизнь? Когда вы живёте, гармония во всех сферах, это вот как раз то самое то. И одно без другого не бывает. И в нашей компании вы становитесь как раз не только богатыми духовно, да, но богатыми и материально. Это очень-очень важно. Конечно, это очень-очень классный навык. Что ты посоветуешь тем, кто уже в компании Джиэль? Те, кто в компании Джиэль, я советую заниматься модулями, развивать свою финансовую бизнес-ёмкость, расширяться морально, духовно, физически. В общем, все семь видов интеллекта прокачивайте, ребята, всё будет просто замечательно. Потому что я не очень любила спорт в своё время, но тем не менее поборола свою вот эту лень. Сейчас хожу на йогу. И вы знаете, облегчение, прям очень хорошее облегчение. И я заметила тот фактор, что когда я стала заниматься йогой, у меня стали приходить деньги. То есть это опять же я по цифрам просчитала, по цифрам поняла, что... заниматься йогой. Я пошла на йогу, и результаты не заставили себя ждать. То есть это как минимум пять модулей, это только для того, чтобы так как-то выровняться немножко. А так, чтобы прям вау-эффект получить, это, конечно, нужно семь модулей покупать. Но и главное открывать, проходить, отжимать. обучаться именно как минимум пяти модулям, а как максимум, если вы хотите прям полнейшего результата, то это семь. А как часто ты возвращаешься в обратные модули? Вообще возвращаешься? В обратные модули периодически, честно скажу, возвращаюсь, периодически возвращаюсь, потому что, знаете, проходя модуль за модулем и возвращаясь обратно, у тебя появляются новые инсайты, что ты там что-то, то есть ты на те модули, которые уже проходил, уже смотришь другими глазами. Другими глазами у тебя другое понимание и другой подход. Тут как раз тоже Анна пишет, что тоже благодаря системе торсистов наладила отношения с мамой. Это очень классно, да, очень благодарно. На самом деле, когда налаживаешь отношения со своими близкими, с родными, это вообще очень дорогого стоит. Одно из самых главных вообще, для чего мы вообще здесь живем. Круто. Так, ребята, дорогие, у кого есть вопросы в Гульмире, пользуйтесь возможностью, задавайте их прямо здесь в прямом эфире, обязательно на все ответят, задавайте вопросы, возможно, как это сделать, человек, больше 300 тысяч рублей за один день. Какие-то еще вопросы, задавайте, пишите, не скромничайте. Скромность – это удел бедных, поэтому рассказывайте о себе, о своих возможностях, о своих достоинствах, о своих достижениях, чтобы как можно больше о вас узнавали другие люди и присоединялись к вам. Потому что, когда вы делаете что-то хорошее, что-то большое, то есть, ну, человек на самом деле напрямую зависит от того, чем вы занимаетесь, и чем ваша больше польза, тем больше ваш доход. Не важно, чем вы занимаетесь, в сфере работаете. Но чтобы об этом узнали, надо об этом рассказать. Поэтому соцсети – это очень классная такая вещь, когда все узнают. Да, на самом деле, я сейчас понимаю силы соцсетей. Да-да-да-да-да-да. Так что соцсети – это великая вещь. Прямой эфир я здесь как раз сохраню. На том аккаунте нет такой возможности. Здесь как раз будем сохранить этот эфир. Так, ну что, как раз появился первый вопрос. Тебе видно? Нет, не совсем. Я тогда прочитаю. С какого модуля явные результаты можно зарабатывать? Потому что я рассказываю, пока тишина. Ну, смотрите, именно по финансам как минимум это пять модулей. Вот именно на пяти модулях ты начинаешь ощущать первые деньги. на трех модулях, да, конечно, можно заработать, но зачем прилагать одни и те же усилия, если можно купить как минимум пять модулей. Во-первых, там больше инструментов, там больше информации и там больше денег. Естественно, как бы семь модулей купить не всем по карману, это могут позволить себе не все. Если брать среднестатистическое население, то не всем по карману такая сумма. Ну, пять модулей 449 долларов, я думаю, осилит любой человек и оттуда и пойдут очень хорошие деньги. Дальше задают вопрос, за какой срок собрали команду личников? 10 человек. Команду личников я собирала постепенно. Вот, кстати, мне посчастливилось, что два моих активных личника, они пришли именно в самом начале, когда я только начала рекомендовать. Тимирбулат это был мой первый личник, благодаря которому я просто сижу и просто получаю финансовый результат. Я ему очень-очень благодарна. Заводите шустрых картинок. Да. Ребят, найдите двух Тимирбулатов и все у вас будет в шоколаде. Каждый раз закрывается он. Кому вообще стоит рассказывать? Рассказывать нужно людям, которые интересно жить, которые ищут все новое, которые любят развиваться, которые любят путешествовать, которые любят получать хорошие деньги, но самое главное те, которые готовы действовать, потому что то, что сейчас перечислено как бы правило их всех, а что делать надо, работать? А, лохотрон, да? Да, 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 есть такое. Ага. На что темирбулата клонировать? Темирбулата можно клонировать, но это будет стоить очень дорого. Спрашивают, на что партнеры заходят, на обучение или на деньги? Ребят, на самом деле кто как. Приходят люди разные, кто-то приходит за деньгами, кто-то приходит за знаниями, но я хочу вам сказать, что те люди, которые пришли за деньгами, они понимают, что без этих знаний сакральных денег они не получат. Так что все взаимосвязано и продукт, и деньги. Многие стараются, многие пыхтят, но в принципе, я думаю, в нашем окружении есть, да, и сами такие тоже были. Работаешь, работаешь, а денег нету, вроде больше получаешь, а их становится еще меньше, да, то есть, почему это так происходит, вы можете узнать, зайдя на территорию осознанного развития. Торсис, тут есть все ответы на все ваши вопросы. Так, следующий вопрос, пользуетесь ли вы таргетированной рекламой? Нет. Ребят, скажу честно, я с соцсетями вообще на вы. Сейчас только-только вот хочу попробовать таргетинг и все остальное. Все свои чеки, которые я заработала в предыдущем месяце и в этом, все это сделала я на земле, в оффлайн. Единственное, люди, которые были в других городах, это по телефону. Спрашивают, Гульмира, вы свои чеки сделали на земле или через интернет? На земле. На земле, я только что сказала об этом. Да, так что земля тоже работает, не верьте тому, кто... Земля работает, ребят. Ребята, земля работает и теплые контакты работают. Не говорите, что теплые контакты не работают. Работает все, у того, кто работает. Это самый важный момент. Работает все, если вы делаете, то работает. А если один-два раза попытались, кому-то рассказали и остановились, то, конечно, оно не работает. А тогда вебинар Тимирбулата скоро, очень скоро. Тимирбулат, да, Тимирбулат красавчик. На этой позитивной ноте. Да, на этой позитивной ноте. Так, а какие у тебя планы вообще? Расскажи о своих планах. Ребят, у меня планы... О планах не рассказывай, расскажи о своей мечте. О планах не рассказывай, о мечтах. Да, моя мечта всегда была жить где-нибудь поближе к морю. Вы знаете, до прихода на территорию осознанного развития я планировала купить недвижимость за границей. И, ну, так получилось, что в Алмате у меня есть одна подруга, она говорит, ты знаешь, вот на Северном Кипре есть, говорит, есть программы очень хорошие, там экологически чистая такая зона. В общем, так получилось, что оказалось, что Елена Кононова на Северном Кипре открыла такой мощный продукт, как GL Tor System. и когда я понимала, что это не просто так вот мысль ты запустил, и она, вот она пришла к тебе, и пришла именно через этот продукт, и еще и зарабатывать хорошие деньги, то есть теперь у меня стопроцентная уверенность, что я в скором будущем буду жить там. В скором будущем это в следующем году, скажем так. Вот. Планы вот такие. Это такие маленькие планы, которые я хочу на 2020 год. Мечт, конечно, очень много, но не хочу о всех рассказывать, эфир занимать, ваше время занимать. Мечтаются по-разному. А ты пока рассказывай. Так, смотрите, по поводу, был ли опыт в MLM? Был. Пересмотрите прямой эфир. Да, был. Так, ну что, заканчивал. Мне тут пишут, что зарядка заканчивается, поэтому будем завершать. Кульмира, благодарю тебя за прямой эфир. Напомню, с вами сейчас на связи были суперчек за один день компании «Джель Торсистер» Гульмира. Аплодисменты ей в виде сердечек, плюсиков, ладошек. Благодарю вас. И основатель компании «Джель Торсистер» Галина Платонова. «Джель Торсистер»